В воскресенье 30 июня в 5 утра на пустой трассе Правдинск-Калининград произошла страшная авария. В то утро, вспоминает 30-летний Евгений Богинский, он только вернулся домой с работы. Припарковал машину и уже думал идти спать, как услышал виск тормозов, а после громкий хлопок. Недолго думая, рассказывает бывший военнослужащий, он побежал на дорогу, посмотреть, что произошло. На трассе он увидел торчащую из дерева машину, объятую огнем. Водители и пассажиры оказались заблокированы в горящем автомобиле. Вот вы где находились во время аварии? Подъехал к дому, только встал. Прямо только-только встал возле дома. Это произошло, наверное, метров 150-200 от меня, то есть как бы визуально не видно. Слушайте, он был виск тормозов. Сколько я спас, я вам не скажу. Я помню, что последних двоих точно мы уже толпой вытаскивали. Последние двое – это точно. Предпоследнего, или не знаю, или самого последнего, мальчишка 16-летний, который очень сильно обгорел. Я вам даже не скажу, вытаскивали мы его, или он сам оттуда как-то выбрался. Вот как бы не помню этого момента. Я помню, тушили последнюю девушку, которая в очень тяжелом состоянии. Доставали водителя, вот это вот, я как бы помню. Первых у человека три я, наверное, на руках оттуда вынес. Вот это я тоже помню. Ну, честно, как бы в голове сумеетится. К тому времени к горящему Ниссану подбежали еще четверо местных жителей. Они тоже помогали вытаскивать людей из огня. Вскоре приехала и скорая. Медики увезли в центральную городскую больницу Калининграда водителя и семерых пассажиров «Аномар». Евгений Богинский, хотя и получил ожоги и мелкие царапины, но от медицинской помощи отказался. Вы ни на минуту не задумались, что ваша жизнь в данный момент также подвергалась опасности. Уважаемый Евгений Валентинович, от всей души благодарим вас за героический поступок, готовность оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Примите искренние пожелания здоровья и счастья. Пусть вам сопутствует удача во всех делах и начинаниях. А жизнь будет полна добрыми делами и счастливыми событиями. В среду, 3 июля, региональное управление ГИБДД пригласило Евгения Богинского, чтобы вручить ему грамоту за спасение людей и ценный подарок. Большое благодарное было увидеть людей, которые вынесли на руках.